Дождь Девушка, не мельтешите, а? Так, Владушка, успокойся, сядь и спокойно расскажу, что у тебя случилось Слушай, я так больше не могу Твоя мама, Рома, просто невыносимая Она унизила меня перед какой-то сельской девицей Господи, какая еще сельская девица, о ком ты? В том-то и дело, что ни о ком Малолетка, хамка, дядя ее здесь работает Пришла, значит, и влезла в наш разговор Тоже мне великая дизайнерша А Тамара Ивановна ее послушала И говорит мне, Влада, мол, ты тупее этой овцы Рома, если так и дальше будет продолжаться, я уеду в Киев, хочешь? Нет Все, извини Владушка, солнце мое, ну, во-первых, успокойся Просто иди ко мне Слушай, Рома, какой смысл мне здесь оставаться? Меня здесь совершенно никто не ценит Никто, Рома Я давно могла бы вывести отель на уровень лучших европейских гостиниц, но нет же А если и дальше будет прислушиваться к дилетантам, так вообще недалеко до трех звезд Владушка, в тебе никто даже не сомневается, просто еще чуть-чуть нужно подождать Совсем скоро мама передаст управление отелем в мои руки И все будет так, как ты захочешь Все-все Все-все Ты даже разведешься со своей женой А ты Ты тоже не свободна? Моя прелесть А я хоть сейчас брошу своего неудачника ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну вот, видишь Верхняя опять 150 Мамуль Скажи мне, ну зачем ты так с Владой, а? Как? Ну она думает, что ты совершенно ее не ценишь Рома, мне изначально не нравилась эта твоя затея с этим бренд-менеджером Эти все новомодные штуки Лишнее все это Мамуль, ну в каждом приличном отеле есть свой бренд-менеджер В каждом Ну, допустим А что ты ее так рьяно защищаешь? Ты что, с нее спишь? Почему сразу спишь, мама? У нас чисто деловые отношения Она прекрасный специалист, профессионал И ты знаешь, я пригласил ее из Киева, когда наш бизнес начал стагнировать А Влада поднимает его на совершенно новый уровень Вон какой конференц-зал она сделала Люба дорого посмотреть Кстати, я думаю, папе бы это понравилось Папа? Сказал бы, что ты самоуверенный мальчишка, которому рано управлять отелем Просто я уже слишком стара, чтобы все тащить на себе Вон, видишь, что творится Мама Ну, перестань, не успокойся Я прошу тебя Не волнуйся Я буду отличным управляющим Ты еще будешь мной гордиться Я тебе обещаю Мам Ну ты совсем ничего не ешь Сок будешь? Мне есть Доброе утро Всем доброе утро О, Ромочка, привет А я думала, вы на диету сели, с нами завтракать теперь не будете Сестренка, я тоже очень рад тебя есть Ну что, у Романа, в отличие от некоторых, очень много тебя Все сказала Все, хватит пререкаться Значит так, драгоценные вы мои Даже не пытаетесь на меня влиять Я уже приняла решение А где Максим? Едет из Львова, взял машину на прокат Приятного аппетита Я советую Здравствуйте Привет вам Почему так долго? Да я еще с утра приехал Но ты же у нас весь в делах, я искал тебя Вот и поехал кататься на квадроцикле У тебя все в порядке? Да приключилась тут одна история Я извиняюсь, Роман Назарович, можно вас на секундочку? Да, давай, располняйся С праздником! С Антон! Привет, Сатюнка! Привет! Выглядишь просто близко! Спасибо, Роман Назарович! До свидания! Сто лет не видел Привет! Прошу прощения Да-да Я не могу до него дозвонить Борис, где твой благоверный? Я не знаю Открываю Борис В Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ещё не хватало чего-то случиться в канун Рождества. Сколько раз говорила, что за гостями глаз да глаз нужен. Чёрт, где этот роман? Когда надо, никогда не дозвонишься. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тамара Ивановна, это не я. Иди отсюда. Я ничего не... Я сказала, пошла вон! Господи... Рома... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, мама, что случилось? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что? Что? Макс, быстро иди за мной. В смысле? Стасик, пошли. Мариш, ты куда? Я набереждаю дом. Алёна... Что за таинствуется, ребят, ну? Алёна, что случилось? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Подожди, не трогай его, отойди. Ба, тут же полно гостей. Ну, должен же быть среди них хоть один врач. Подождите, подождите, Макс прав. Сергей Стрельбицкий. Аня, Аня, тащи его сюда. Мам, ну он, правда, не травматолог, он пластический хирург. Какая разница? Так, скорая будет нескорая. Праздники, все машины на выезде. Я вас прошу, аккуратней. Вы можете сделать какой-нибудь предварительный прогноз? Трудно сказать, что это конкретное. Мне нужен рентген. Я сам отвезу папу в больницу. Послушайте, у Романа тяжелая черепно-мозговая травма. Везти на машине категорически нельзя. У него могут быть повреждены внутренние органы. Но мы не можем так спокойно стоять и ждать, когда мой сын умрет. Добрый вечер. Стрельбицкий. А я сейчас нахожусь в отеле «Райское место». У нас здесь несчастный случай. Мои коллеги из Ужгорода обещали прислать вертолет с анавиацией. Как скоро они будут? Обещали как можно скорее. Тамара Ивановна, что-то случилось? У Романа сердечный приступ, но мы все надеемся на лучшее. Во всяком случае, это не повод прерывать веселье. Вы продолжайте, веселитесь, празднуйте. Что-то она темнеет. Как же приступ сердечный поверье. Сынок. Макс. Папа. Роман, ну что тебя потащило в этот дурацкий погреб? Сынок, берегись. Что? Уйдите отсюда все! Мама. Мама. Ма-мама.